Сегодня мы с вами очень конкретно и подробно поговорим о хостинге. Купим услуги этого хостинга, зарегистрируем доменное имя и установим это доменное имя на WordPress. Вот сейчас мы с вами должны еще раз уточнить и понять, что ж такое хостинг. Хостинг это услуга, предоставляемая нам определенной компанией по хранению ваших файлов, точнее файлов вашего сайта на удаленных серверах. Еще раз давайте напомним и обговорим следующее, что хостинг для тех людей, которые только начинают работу с собственными сайтами, это обычно блоги, очень важно при оценке хостинга понять, какая служба поддержки на хостинге и насколько понятен сайт самого хостинга. Поэтому нам нужно выбрать такой хостинг, который бы удовлетворял возможности ответов на наши вопросы, которые у нас в любом случае обязательно возникнут. Вот одним из таких хостингов, которые достаточно дешевы, очень функциональны и очень хорошая служба поддержки последнее время, это хостинг Джина. Вот сейчас мы с вами находимся на главной странице этого хостинга. Адрес хостинга, вот он, Джина.ру, очень простой. У тех, у кого нет аккаунта на этот хостинг, то у вас будет вот такая зеленая кнопочка «Создать аккаунт». Те, кто уже создали аккаунт в этом хостинге, им достаточно будет войти, пройдя вот по этой темной кнопке «Войти». Итак, давайте сначала познакомимся с хостингом. Ну, здесь нам сразу ясно и понятно дают информацию о том, что более 15 лет на рынке хостинг, что у него 150 тысяч довольных клиентов и очень хорошая панель управления. Надо сказать, что панель управления – это практически действительно гордость самого хостинга, потому что настолько понятная и удобная панель управления практически я еще не встречала ни на одном хостинге. Для того, чтобы познакомиться с хостингом поближе, давайте сделаем следующее. Нам здесь предлагают информацию о том, что нам хостинг может дать возможность работать с гибким виртуальным хостингом. Стоимость от 1 рубля и 10 копеек в сутки. Он может нам предоставить регистрацию доменов от 77 рублей в год. И может предоставить облачный хостинг популярных CMS, это движков так называемых, да, от 99 рублей в месяц. Давайте посмотрим, что такое гибкий виртуальный хостинг и что нам в данном случае Джина может предложить. Вот здесь показано, что практически картинка очень хорошо показывает, что вот это мы с вами, а вот это наш сайт, который будет отображать нас с вами и файлы которого будут храниться на сервере этого хостинга. Для того, чтобы понять, насколько он удобен и насколько он дешев, мы переходим вот по этой кнопочке «Просмотреть цены». У нас с вами здесь предоставляются услуги, услуги для хранения нашей информации. Когда вы зайдете на этот интерфейс, то вы увидите, что примерный набор услуг предлагается уже прямо вот здесь вот, в таких вот переключающихся кнопочках, которые вы можете посмотреть внимательно, сколько будет стоить услуги этого хостинга, если вы создадите минимальный сайт, это рубль 10 всего, но нам такой сайт не подходит, нам необходим стандартный сайт, и услуги тогда нам необходимы будут именно вот такие, как поддержка 30 доменов, эта поддержка бесплатно идет на данном хостинге, вы можете ее удалить, если она вам не понравится, дисковое пространство предлагается 30 гигабайт и стоимость такого дискового пространства рубль 10, поддержка 30 FTP аккаунтов, то есть вы можете работать с FTP клиентом самостоятельно, плюс еще дать какому-либо администратору FTP клиента, таких администраторов у вас может быть до 30, то есть до 30 аккаунтов, и эта поддержка тоже идет бесплатно. Из моего опыта могу сказать вам, что 30 FTP аккаунтов нужно только для очень серьезного какого-либо корпоративного сайта. Поддержка PHP, что такое PHP? PHP это серверный язык, то есть тот серверный язык, а сейчас его уйдет в версии используется PHP 5, он здесь работает на этом хостинге, это самый последний такой язык серверный. Вот поддержка этого языка, то есть так, чтобы ваш сайт хорошо читался, и чтобы хорошо отображался в браузерах тех компьютеров, которые будут делать запросы по поводу на ваше доменное имя, стоимость такая, поддержки такой рубль 40 в течение дня. И еще предлагается 5 баз MySQL, которые общей сложностью составляют 5 гигабайт, то есть база MySQL это такая база, которая, собственно говоря, будет хранить все файлы вашего сайта. Стоимость такой базы тоже 1 рубль 40 копеек. Итого получается, что у нас 3 рубля 90 копеек в день. Минимальная сумма, которую нужно положить на ваш хостинг для того, чтобы вы могли работать, это 149 рублей. Как можно сделать это, мы сейчас с вами покажем. Посмотрим. Если вы задумаете создать корпоративный сайт, то вам предлагаются уже другие услуги, стоимость их 9 рублей 70 копеек в день. Но это для больших корпоративных сайтов. Для нашего блога, тот, который мы задумались с вами сделать, это стандартный сайт. И стандартный сайт, вот эта поддержка, вернее, стандартного сайта вполне достаточно. Вы можете здесь выбрать еще дополнительные какие-либо услуги. Посмотрите, их как много здесь. В том числе и регистрация доменов. Мы сейчас к ней перейдем. Здесь очень много возможностей для работы с вашими сайтами. Но еще раз повторюсь, для того, чтобы создать блог на WordPress, достаточно вот этих услуг стоимостью 3 рубля 90 копеек в день для поддержки и очень хорошей работы вашего блога на движке WordPress. Давайте перейдем на панель джина и посмотрим, что мы здесь еще можем увидеть. Ну вот по этой кнопке мы сейчас проходить не будем, потому что здесь нам нужно будет с вами регистрироваться. Мы сейчас пока давайте посмотрим в ту работу, которую нам нужно будет сделать с доменом. Опускаемся ниже и видим, что у нас здесь есть возможность подготовки, создания закупки, вернее, регистрации, правильно сказать, собственного домена. Для того, чтобы понять, есть такой домен в мире или нет, а домен ваш будет храниться на DNS серверах. DNS сервера имеют единую систему во всем мире, поэтому практически домен не может повториться. Это ваш уникальный адрес. Поэтому вы должны проверить, а вдруг уже кто-то зарегистрировал такой домен. Вот давайте сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Просто введу свой домен, тот, который у меня зарегистрировал. Ой, извините, вот как раз этого делать не надо. Значит, вот тот домен, который я решила зарегистрировать. Здесь, нажимая вот на этот треугольничек, я выбираю зоны. Что такое зона, мы с вами говорили. Вот если я сейчас зайду вот сюда на одну из своих статей, то мы с вами давайте вспомним еще раз, что такое домен, как он, собственно говоря, регистрируется. То есть домен – это практически буквенный адрес вашего сайта. У нас есть IP, то есть цифровой адрес сайта, и этот цифровой адрес сайта будет уложен на сервере хостинга. Но для удобства, для того, чтобы люди хорошо запоминали ваш адрес вашего сайта, для того, чтобы вы сами очень хорошо его помнили, вы даете ему буквенное обозначение. Причем надо дать такое обозначение своему домену, чтобы вот домен очень хорошо отображал, собственно говоря, назначение вашего сайта. Давайте обговорим следующее. Если вы хотите продвигать свой бренд, иначе говоря, свое имя, то вам необходимо выбрать такой домен, чтобы этот домен отображал именно ваше имя. Если вы хотите продвигать какое-то свое дело, ну, например, вы занимаетесь производством косметики, вы хотите создать сайт, который вы отображал, так сказать, рассказывал о том, какую косметику вы выпускаете, то вам надо подобрать такое доменное имя, чтобы оно легко запоминалось у людей и ассоциировалось именно с вашей косметикой. Если вы хотите продвигать, ну, какую-то услугу, например, вы собираетесь вязать, например, вы хорошо вяжете, собираетесь вязать какие-либо вещи для детей, и хотите продавать их, например, на своем блоге, или впоследствии создать какой-либо свой интернет-магазин, ну, для начала вам нужно сначала продвинуть, опять же, свой бренд. Но вы не хотите давать имя, а хотите дать именно название сайту, присвоить доменное имя, чтобы в нем отображалось то, чем вы занимаетесь, то есть цель создания вашего сайта. Тогда вам нужно очень хорошо продумать краткое, хорошо запоминающееся название, которое бы отображало именно ваши действия, связанные по вязанию детской одежды. Запомните, ваш домен не должен быть длинным. Ваш домен желательно, чтобы не имел никаких цифр. Не надо, например, давать домен какой-то там совершенно непонятный, не запоминающийся, плюс еще какие-либо цифры, которые этот домен ни о чем абсолютно не говорит вашему посетителю. Поэтому домен нужно очень тщательно продумать. Мы уже говорили с вами, что вот сам домен или зона основная домена, она будет соответствовать, если взять по аналогии адреса, то она будет соответствовать адресу страны, той страны, где вы находитесь. Вот для нас, для русскоязычного населения оптимальный вариант – это выбрать домен в зоне РУ. То есть это иначе будет говорить о том, что это российский домен, что здесь работает человек русскоязычный, что это человек россиянин и так далее. Дальше вы пишете тот адрес, собственно говоря, достаточно короткий, который будет соответствовать наименованию там улицы, дома, города и так далее. Вот именно вот эту часть вы должны очень хорошо продумать. Перед доменом в любом случае, а сейчас браузеры делают это автоматически, у вас будет стоять протокол. Вот протокол – это http.2.2. Это протокол открытый. Есть еще закрытый протокол у сайта. Это в том случае, например, если вы открываете кошелек, например, ну на том же самом WebMoney. Вот зайдите, пожалуйста, к себе в этот кошелек и посмотрите, что в строке, вот адресной строке, вот здесь у вас будет https протокол. Это так называемый закрытый протокол, который доступ будет иметь только вы. И зайти туда можно будет конкретно по вновь созданному, может быть, даже паролю. Вот, например, Kiwi или Яндекс кошелек, они каждый раз требуют введения нового пароля. Или, например, если вы делаете, у вас есть, точнее, интернет-кошелек вашей карточки в сбербанке, то каждый раз, чтобы войти в ваш кошелек, вам предлагается или получить по SMS-код, или получить его на талонах. Специально, где расписаны все пароли для каждого входа. Поэтому в данном случае у вас будет уже протокол ваш идти не http, а https. Значит, это и есть вот это вот слово-адрес, которое мы пишем с вами на конверте, например. Писали тогда, когда отправляли письма, почта. Сейчас мы это делаем достаточно редко. Итак, если мы вернемся вот сейчас сюда, то вот смотрите, нам предлагаются определенные зоны. Вот посмотрите, я ввела сюда домен alt-academic и решила выбрать зону. Выбирая зону, я вижу, сколько эта зона будет у меня стоить в год. Посмотрите, самые дорогие зоны – это in, mobi. Для россиянина оптимальный вариант, как мы говорили с вами, это вот такая зона ru. Посмотрите, стоит она всего 77 рублей. Вот если я оставлю здесь галочку, то у меня появляется, видите, зона ru здесь. Я давайте выберу еще вот один домен, вот такой вот, alt-academic.com. Я хочу проверить, есть ли эти домены, зафиксированы ли они на DNS-серверах. И выбрать тот, ту зону, может быть, или изменить какую-то букву в своем доменном имени, вот в том, которое я создавала, вот здесь. Если эта зона будет уже занята. После того, как я выбрала зоны, видите, здесь у меня показано, что я выбрала две зоны, я просто проверяю этот домен. И все правильно, посмотрите. Вот мой сайт, alt-academic.ru, сказано, что он занят. А вот alt-academic.com свободен. И я кликну вот на эту клавишу. Зарегистрировать смогу впоследствии зарегистрировать этот домен. Для продвижения собственного бренда я использую вот такой вот домен. У меня фамилия Смирнова, зовут меня Ирина, поэтому я выбрала Ири Смирнов. И, например, давайте я выберу вот три домена и проверю, заняты ли они. И, как видите, мой домен.com занят, домен.ru занят, а вот Ири Смирнов.su, как видите, он свободен. То есть вы должны, прежде чем решить, какой домен вы будете фиксировать, вы должны поработать вот с этой табличкой. Подобрать себе нужный домен, продумать его, и только после этого мы будем его с вами регистрировать. Итак, я сбрасываю все это. И мы переходим с вами к созданию аккаунта. Захожу вот по этой зеленой кнопке «Создать аккаунт». Здесь я могу написать «Email» или «Мобильный телефон». Я выбираю «Email». Мне предлагают для создания своего аккаунта «Логин». Логин, видите, предлагают, совпадающий с логином «Email почты». Я ввожу сюда код. Обязательно должна вот здесь стоять галочка. И кликаю «Создать аккаунт» и «Войти». И вот я захожу сюда для того, чтобы уже начать работу с хостингом. Вот обратите внимание, что здесь есть очень много акций. Например, если вы сейчас пополните счет на 2 990 рублей в течение 5 часов, то получаете бонус в 1000 рублей. Значит, мы с вами пока ничего этого не делаем. Мы имеем право с вами работать в нашем хостинге неделю. То есть мы можем попробовать этот хостинг, как он работает. И сначала мы ознакомимся с вами с хостингом. Итак, захожу на хостинг. Значит, для того, чтобы работать с ним дальше, нам необходимо заполнить профиль. Профиль мы заполняем очень тщательно. Почему? Потому что если у вас будут какие-то неприятности, связанные, например, с деньгами, или, например, какие-то неприятности с потерей, например, доменного имени, вы должны очень четко, правильно, конкретно расписать всю информацию от и до для того, чтобы действительно доказать, что вы настоящее физическое лицо, имеющее полное право на возвраты и на всевозможные действия с денежными средствами. Значит, вот здесь абсолютно все мы заполняем очень четко и понятно. После того, как вы заполните все поля, вы перейдете и нажмете кнопку «Далее», у вас появится вот такой интерфейс. Хостинг. Вы имеете право начать им пользоваться. Заходим в «Начать пользоваться». Теперь оптимальный вариант, конечно, сразу же хостинг оплатить. Для того, чтобы его оплатить, нам достаточно перейти вот по этой ссылке «Оплата». Выбрать здесь способ оплаты. Способы оплаты здесь очень простые, их очень много. И шаги предлагаемые тоже достаточно простые, но только вы имеете право выбора, какой. Если вы сейчас сразу же пополните хостинг на 1990 рублей, то вы получаете бонус 300 рублей. Если вы пополните хостинг на 1490 рублей, то вы получаете домен «РУ» или «РФ» в подарок. То есть вам уже не нужно будет платить за регистрацию домена. Поэтому вы выбираете здесь сам. Если же вы не можете заплатить сейчас такую сумму, то вы должны помнить о том, что минимальная сумма для пополнения счета давайте вот такое поднимем, равна 149 рублям. Но помните еще вот о чем. О том, что когда мы сейчас с вами начнем регистрировать домен, то стоимость домена, а я надеюсь, вы уже подобрали себе домен, и стоимость домена знаете, там на таблице дана информация о том, сколько это будет стоить, то вы должны помнить о том, что у вас должна быть такая сумма, чтобы вы могли покрыть этой суммой и стоимость домена, купленного на один год. Если это будет зона «РУ», то мы помним с вами, что такой домен стоит 77 рублей. Например, я вот здесь заполняю 300 рублей и кликаю кнопку «Оплатить». В этом случае у меня с Яндекс.Денег по определенным шагам. Перевожу сюда на Джину эти денежки, и эти деньги у меня будут отображаться вот здесь вот в этом вот окошечке. Но я этого делать сейчас не буду, потому что на Джину у меня хранятся только домены. Они когда-то здесь были зарегистрированы, я их отсюда не убираю, но пользуюсь я сейчас другим хостингом. Итак, оплатили. Теперь давайте поговорим о том, что мы с вами должны купить определенные услуги хостинга. То есть мы вот заплатили определенные деньги, теперь мы, как тогда смотрели, помните, стандартные услуги хостинга, вот мы должны сейчас их с вами купить. Итак, я выхожу опять на Джина. Хостинг. И вот здесь первая ссылочка, которую я здесь вижу, это ссылочка услуги. Я выхожу на услуги, и здесь я вижу, какие услуги я могу подключить. Вот посмотрите. У меня здесь есть поддержка доменов, причем эту услугу мы отключить не можем. Она у нас всегда включена. Видите, она, если не включена услуга, она серая кнопка. Если включенная услуга, она зеленая кнопка. Но те кнопки, которые отключить нельзя, они у нас светло-зеленые. А те, которые подключены нами, они у нас идут такие темно-зеленые. Вот сейчас хостинг практически работает каким образом? Он нам предлагает стандартные услуги. То есть те стандартные услуги, которые мы с вами разбирали вот немножечко ранее в нашем занятии. Поэтому здесь мы просто просматриваем все те услуги, которые нам нужны, о которых мы говорили. Это дисковое пространство 30 гигабайт. Вот оно у нас. Это поддержка PHP языка. Вот он, поддержка PHP языка включен. Это субдомен. Спускаемся ниже. Вот они, субдомены наши. И поддержка 30 баз, поддержка 30 FTP аккаунтов и поддержка 30 доменов. Все у нас включено. Ничего лишнего у нас здесь нет. Значит, мы это оставляем и принимаем. Итак, после этого мы с вами переходим на покупку домена. Заходим вот на эту ссылку. Домены. Переходим. Регистрация домена. Здесь у нас точно такая же таблица, которую мы с вами смотрели тогда, когда еще не зарегистрировались на хостинге. Здесь нам необходимо сделать, посмотреть следующее. Мы опять вносим свой домен. Я надеюсь, что вы его подобрали уже здесь. Например, давайте вот я сейчас введу вот такой вот домен. Кликаю «Проверить». У меня появляется ссылочка о том, что этот домен свободен. И я кликаю вот на эту зеленую кнопку. И если у меня хватает суммы оплаты, внесенной на хостинг, то у меня сразу пойдет регистрация. Если же у меня такой суммы оплаты не хватит, то мне понадобится пополнить счет. Я могу пополнить счет, пройдя вот по этой ссылке, а могу пополнить счет так, как мы с вами это делали вот буквально пять минут назад. Итак, с доменом у нас все понятно. Теперь мы можем перейти к управлению доменами. Домен мы зарегистрировали. Нас после регистрации предложат просмотреть управление доменами. Вот здесь управление доменами, как видите, у меня нет, так как здесь не зарегистрированы домены. Что вы здесь делаете? Тогда, когда ваш домен зарегистрируется, он через некоторое время, это обычно несколько часов, может быть даже на следующий день только, потому что это надо зарегистрировать на DNS серверах. То есть вам придет письмо на почту, где будет сказано, когда будет зарегистрирован домен. Он у вас вот здесь вот появится. После того, как он будет зарегистрирован, у вас появится дата, тогда, когда этот срок домена будет истечен. У вас появится возможность управления этим доменом. И у вас вот здесь вот будет возможность поставить галочку на автопродление. Сделайте это обязательно. Почему? Потому что если домен у вас закончит работу, то это будет ситуация такая. Вы не будете знать, что домен, уже регистрация его закончилась. А это может быть в случае даже простом. Вы просто забыли о том, что сегодня, например, заканчивается регистрация домена. Если в течение 30 суток вам никто не напомнит о том, что его надо оплатить, или вы его просто не оплатите, то ваш домен будет продан другому владельцу. А это очень неприятно. Поэтому лучше поставьте автопродление. Вот так, как у меня сделано на этих двух доменах. Видите? Вот у меня один домен, мой altacademic.ru. Здесь все показано, когда истекает его срок от 22 сентября 2016 года. Управление есть, автопродление есть. И здесь показано, продлить домен. DNS сервера указаны. И настройки этого домена, пожалуйста, здесь можно все просмотреть. То же самое с iris.mrnok.com. То есть вот эти две галочки здесь не забудьте поставить. Итак, с доменами мы с вами разобрались. Теперь нам осталось сделать только следующее. Нам нужно с вами установить наш домен на движок WordPress. Итак, как мы это делаем? Давайте заходим вот сюда на джина, на главную страничку. И у нас есть такая ссылка, которая называется приложение. И переходим сюда в установку приложения. Вот это вот у нас предложен джина спектр. То есть виртуальный хостинг, облачный, точнее, хостинг, в котором мы с вами можем установить абсолютно все наши движки. Но будет стоить это 99 рублей в месяц. А можем сделать это бесплатно. То есть я захожу вот сюда, навожу курсор. Видите? И у меня появляется напротив WordPress. Вот этот движок мы устанавливаем. Движков здесь несколько показаны. WordPress, Joomla, Bittrex, Drupal. Мы с вами устанавливаем на самую популярную платформу WordPress. 4.3 версия, последняя. После того, как вы кликните на значок «Установить», у вас появится вот такое поле, где будет указана вот такая папка «Домай». Для того, чтобы ее правильно заполнить, при регистрации к вам на почту приходит вот такое письмо. Вот оно приходит от робота Джина. Здесь вам конкретно будет сказано, что вы зарегистрированы и благодарят вас за это на сайте GIN.ru, что ваши авторизационные данные вот такие. Посмотрите, вот логин ваш. И вот ваш пароль. Обратите внимание еще на то, что вам здесь будет дан пароль к доступу FTP, к FTP сервера. Практически FTP сервер у вас будет точно такой же пароль, как он и идет на вход на Джина. То есть вот это письмо вам ни в коем случае нельзя терять. Оно должно быть у вас. Поэтому, когда вы будете регистрироваться на WordPress, имейте в виду следующее, что вы должны будете делать следующее. Имя базу данных вы заполняете, даете ей название, я даю такое же самое. Имя пользователя – Ирис Мир. А вот сюда пароль мы должны с вами ввести вот из этого письма. То есть я копирую этот пароль, захожу сюда и вставляю его вот сюда. Сервер базы данных LocoHost, префикс таблист остается на такой же. Если у вас будет несколько баз данных, то вы можете, естественно, вот здесь вот какую-то букву поменять. Но если вы делаете первый раз, оставляете ее там. У меня появляется, что все в порядке. Мы успешно выполнили эту часть работы установки. И кликаю «Запустить установку». Мне дается информация о том, что этот сайт уже на WordPress установлен. Вхожу в собственный сайт. Вношу, опять же, его имя и тот пароль, который мы с вами сюда вводили. И попадаю на свой установленный сайт. Вот теперь посмотрите. Вот здесь уже установлены все файлы WordPress. Если я сейчас зайду сюда, выйду в консоль, то я увижу, что вот это тот мой самый сайт, который был установлен на WordPress. То есть это здесь даны все те файлы, которые нам предлагает сам WordPress. То есть вся работа выполнена. Таким образом мы с вами покупаем домен. И после покупки домена мы устанавливаем его на WordPress.